Здорово! За 2017 год на канале было множество специализированных товаров, в том числе и фонарей. В этом обзоре протестируем эксклюзивную новинку от китайской компании Fenix, а именно тактический фонарь с максимальным световым потоком 3200 люмен, модель TK35 Ultimate Edition 2018. Прошу досмотреть видео до конца, так как ради вас я даже проехался по нему на авто с шипованной резиной. Поехали! Новинку мне прислали еще до старта официальных продаж прямо из завода, но уже доступны предзаказы в официальных представительствах. Фонарь не для всех, больше подходит для специальных служб армии, полиции, МЧС, также для охоты, рыбалки и некоторого вида туризма. Коробка в корпоративном стиле, на ней перечислены все преимущества и характеристики. В комплекте предусмотрен прочный чехол с возможностью крепления, как на пояс, так и крепить при помощи ушка подвеса. Темляк из толстого шнурка вместе стыков обшит кожей, с тиснением, конечно, логотипа. Кабель для зарядки аккумулятора формата USB-MicroUSB, запасное уплотнительное кольцо, инструкция и гарантийный талон. Несмотря на мощные характеристики, фонарь не выглядит громоздким, хотя размеры, конечно, впечатляют. 164,5 мм – это длина, 48 мм – диаметр головной части, 43 мм – диаметр корпуса. Вес без аккумуляторов – 286 грамм. За свет отвечает новейший светодиод Creo XHP70Hi, поток нейтральный белый, ресурс до 50 тысяч часов, производство США. Отражатель изготовлен по типу апельсиновой корки, текстурированный рефлектор размывает артефакты, это его основное назначение. Свет получается более мягким, не видно паразитных колец и при этом бьет далеко, в этой версии до 300 метров. Корпус рукоятки плоский, грани имеют массивное скругление и ребра. Держать в руке фонарь очень удобно, не выскальзывает из рук даже в перчатках. В хвостовой части расположены две управляющие кнопки и поворотный переключатель для быстрой активации режимов. Одна из кнопок имеет встроенный светодиод, который сигнализирует о состоянии аккумуляторной батареи. Зеленый горит от 90% заряда, мигающий – ниже 50%, при большем разряде начинает гореть красный и при максимально низком он начинает мигать. Для зарядки не нужно докупать отдельное устройство, разработчики встроили ее в батарейный отсек. Для доступа необходимо, так сказать, открутить голову фонаря и там находится блок для параллельной установки. В посылке я обнаружил новые сверхмощные фирменные аккумуляторы 18650 на 3500 мАч каждая. И обычно в дешевых китайских вариантах, если и есть зарядка, то она занимает очень много времени и заряд происходит по 0,5-1 Ампера. При помощи тестера я проверил модель тут и сила тока доходит до 1,8-1,9 Ампера, при этом горит красный светодиод. Заряжать можно и от пауэрбанка и от других зарядников USB с напряжением 5 Вольт. ТК-35 2018 получил сразу 8 режимов. Для включения необходимо нажать на резиновую кнопку, после чего загорится индикаторный светодиод. На второй механической кнопке, если ползунок находится в центральном положении, можно переключать режимы однократным нажатием и их будет 5. Для запуска стробоскопа нужно зажать кнопку на 2 секунды, для переключения в режим SOS еще раз однократно нажать, для выхода жмем опять на 2 секунды. При помощи поворотного ползунка можно получить доступ к турбо режиму сразу, повернув в третье положение. Также есть мгновенный доступ к стробоскопу, для этого вторую кнопку со светодиодом нужно зажать и удерживать. При этом строб будет работать до того момента, пока вы ее не отпустите. Полная блокировка, переключатель режимов находится в первом положении. Это фирменная запатентованная технология и вы знаете, очень классно все это реализовано. Что же по яркости и времени работы. Первый режим 20 люмен, 152 часа работы, это почти 7 дней вообще не выключаясь. Второй на 100 люмен 38 часов 40 минут, средний 350 люмен с продолжительностью в 10 часов 50 минут, максимальный 1000 люмен, фонарь проработает 3 часа 40 минут, дистанция освещения до 170 метров. И есть два турбо режима, в одном 2000 люмен на 2 часа с дистанцией 233 метра и экстремальный турбо режим на 3200 люмен, к ряду может гореть фонарь 1 час 30 минут, дистанция светового луча достигает 300 метров. И это пока рекорд на моем канале, где действительно показатели максимально приближены к заявленным. Теплоотвод реализован грамотным, за 20 минут работы я не получил температуру выше 45 градусов на головной части, при этом если установить фонарь на какой-либо пакет или бумажный лист, то он либо запаяет ли его, либо лист прогорит. Я попробовал установить на пакет, менее чем за 1 минуту, получил вот такой результат, мощность ощущается. В действительности на уличных тестах это просто монстр, для сравнения посмотрите как светят ксеноновые фары автомобиля. И теперь включаем режим фонаря, я просто немного удивился, освещает реально огромное пространство, свет белый и дальность сумасшедшая. Даже в первом режиме можно спокойно светить под ноги, ориентироваться в темноте и в темных переулках, но максималка тут просто зверь. Возможно есть аналоги в этом ценовом сегменте или самоделки, но тут четкость крутая, световой поток отличный. В строп режиме можно защищаться от собак, да и если на вас кто-то будет нападать, то и фонарем можно приложиться, или в строп режим точно заставить дезориентироваться на долгое время в пространстве вашего врага. В режиме строп, кстати, он работает на максималке в 3200 люмин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Грунт, земля с песком возле гаража, но теперь проедем двумя колесами. Уверен, что большинство дешевых ноунейм из Китая фонарей этого попросту не переживут. Лопнет стекло или разлетятся кнопки, либо какие-то... Обеими колесами получилось проехать. Его вдавило в землю и даже немного провернуло. По итогу все осталось целое. В некоторых местах, правда, куда попали шипы, счистило краску, но без глубоких повреждений. На голове ребро охлаждения чуть более пострадало, но все равно считаю, что с тестом фонарь справился достойно. Я думаю, такого еще никто не делал, так что за мою смелость хотел бы получить вашу поддержку в виде лайка. Цена у него не совсем маленькая и вы часто пишите, что почему она такая высокая. Фонари эти безотказные, повторюсь, проверил на себе. Моему первому фонарю более пяти лет. Использую постоянно и в машине, и дома. И когда не было 11 месяцев электричества, то я ни разу не пожалел о такой покупке и он мне ни разу не подвел. Данная модель подают не всем, а лишь спецструктурам или если просто от слова хочется. Подписывайся на канал, будут еще различные другие обзоры. Дайте знать ваше мнение в комментариях, я читаю их все. С вами был Игорь, канал Просто Посылка из Китая. Увидимся!